Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю новый влог и по просьбе моих зрительниц я буду во влоге включать, ну, такие домашние дела, уборку какую-то, ну, что-то такое, что я делаю в течение дня по дому. Конечно, дом большой и такой вариант, как убираться там раз в неделю или вообще проводить там генеральные уборки, это, конечно, история не совсем не то, что про меня, а, наверное, не совсем про дом. Поэтому я убираюсь постоянно в течение дня, обязательно что-то делаю, где-то, ну, где вижу какой-то бардак и так далее, обязательно его разбираю, потому что иначе это будут завалы просто, которые невозможно будет быстренько убрать, поэтому я стараюсь все делать в течение дня, как я уже сказала, да, обязательно что-то где-то увидела, грязь убрала, грубо говоря, вот таким образом я и поддерживаю порядок. Сейчас меняю постельное белье, как вы уже поняли, да, и хочу пару слов сказать про вот эту наволочку шелковую, которая, помните, сайта Лили Силк. Какая-то классная вещь, слушайте, как на ней приятно спать, девочки. Я ее уже стирала, видите, она у меня мятая, и стирала в деликатном режиме, слушайте, ну она очень приятная. Вот у меня кот со мной спит, но не на этой подушке, на другой, вот, это лично моя личная подушечка, вот, и никакие не зацепки, кстати, не оставила ничего, ткань очень классная. Единственное, что немножечко она мне, ну, на подушку великовата, но очень даже приятно, ну, буквально чуть-чуть совсем, видите, то есть она, я думала, может, как бы подсядет, но нет, ничего не подсела. Очень приятно на ней спать, в особенности будет летом, вообще, сейчас тоже зимой у нас в доме жарко всегда, вот, так приятно, девочки, это же нечто, это натуральный шелк, это китайский сайт, делают специальный шелк, но это нечто, конечно, и блузка, у меня еще блузка, я вам показывала, да, вот такая белая, которую я хотела надеть на Новый год, но в итоге одела пижамки, да, шелковая, ну, это, конечно, нечто, ткань просто потрясающая, так приятно на ней спать, вообще, почитала, чем полезны шелковые вот эти подушки, они не впитывают, ну, если вы какой-то крем нанесли, то он у вас так и останется на коже, то есть хлопок он впитает, а вот это не впитает, и получается, у вас и кожа дышит, и нет заломов, то есть, ну, потрясающе, но самое главное, что на ней приятно, то есть, ты ложишься в нечто такое воздушное, такое приятненькое, такое вообще, очень приятное, к лицу вообще спать одно удовольствие, вот, я вам ссылочку, конечно, оставлю, но я, естественно, пользуюсь этой наволочкой, очень мне нравится, маской для сна не всегда, вот, только когда муж у меня, вот она у меня масочка для сна, тут она, правда, такая уже, немножко в кремушках моих, когда муж смотрит телевизор, вот, бывает, а я раньше у него засыпаю, тогда я одеваю вот эту масочку, а так обычно, конечно, нет, вот, но подушка, это нечто, я хочу еще себе наволочки, потому что, ну, получается, я меняю постельное белье, да, и она у меня уходит в стирку, я сплю на обычных уже, на хлопках, на обычных, да, уже как королева, на самом деле чувствуешь себя на ней как королева, в общем, очень классно. Поменяла постельное белье, я знаю, что многие пылесосят матрас и топпер, я стираю периодически топпер, который у меня находится на матрасе, поэтому, ну, честно говоря, не вижу смысла его пылесосить, у меня, как бы, шерсть животных там как-то не попадает она туда, Ну, и было много вопросов по поводу вот этого моего пылесоса, это пылесос Philips, мне не прислали его на обзор, и этому пылесосу, наверное, ну, что-то в районе 7 лет где-то Сейчас, конечно, новые модели более классные, и новую модель бы я бы, конечно, хотела бы себе, вот, но какой есть Ну что, на втором этаже немножко прибралась, первый этаж у меня останется на день сегодня, на вечер, вот, но такая быстрая уборка у меня, вот, я бы так это сказала, то есть полы мыть сегодня не буду Вот, кстати, карта, вот она у нас так висит, смотрите, давайте сейчас камеру переверну, покажу Вот она, эта карта деревянная, немножко тут в итоге все равно у нас криво получилось Вот эти часы, меня тоже кто-то спрашивал, я покупала сто лет уже, слушайте, я не знаю, наверное, года четыре, сейчас уже, видите, час дня Года четыре там назад в магазине Фамилия, очень классные часы, как раз для мальчишеской комнаты Единственное, что мои хотят вот сюда полочки, вот, а мне так нравится, не знаю, я не хочу никакие полочки, но, в общем, договоримся потом с ним о чем-нибудь Вот, ну, в принципе, комната мальчишечья, так что, мне-то что, вот, но вот это очень классная карта На Озон ее заказывала, вообще, так она нравится мальчишкам, но в итоге кривенько тут, видите, кривенько немножко Ну ладно, как есть, потому что скотч двухсторонний не держал А не держал двухсторонний скотч, потому что у нас такие обои Надо было показать, он там кусок скотча остался Они такие, как бы, рифленые такие обои, и поэтому двухсторонний скотч их вообще, ну, не держал, отваливалось И вот я в фикс-прайсе купила тогда скотч прям такой вот И, в общем, муж повесил, вот Ну, как муж, муж с мальчишками, в общем Вот, стирку я загрузила, у меня сейчас, мне сейчас нужно ехать уже, забирать Я еще с утра почистила снег немножко на улице, ну, чуть-чуть совсем Вот, меня так-то муж чистит Вот, ну, я тоже ему помогаю И, кстати, мне нравится чистить Ну, как бы, это, знаете, такая, с утра физическая такая зарядка очень хорошая Вот, сегодня что? Сегодня сейчас еще буду Ну, потом приберусь немножко там, ну, тоже немножко так пройтись на втором этаже И сегодня хочу приготовить фаршированные перцы У меня у мужа есть котлеты, а я ничего-то не хочу котлеты есть Я так хочу фаршированные перцы, а муж не хочет фаршированные перцы Поэтому сделаю немножко Может, тоже поесть, но у меня тоже иногда бывает, говорит, не хочу, а в итоге ест Кстати, на Озон, у меня есть промокод на Озон Я не понимаю, на что он дает скидку Я, кому интересно, оставлю вам внизу в инфобоксе Я вообще не поняла, ну, короче, не важно Вот, так, что еще? Все, я сейчас поеду за старшим сыном В магазин нам заходить не надо, у нас вроде все есть Вот, приедем домой, буду готовить фаршированные перцы У меня как раз размораживается, у меня там немножко фарша домашнего есть Вот, он у меня размораживается И приготовлюсь сегодня Кстати, меня часто спрашивают по поводу помады И это, как ни странно, вот эта вот помада Лореаль Вот эта вот, которая сушит губы 842-й оттенок Она сушит губы Но я, знаете, как ей стало сейчас рисовать Крутой оттенок Я не нашла нигде, ни в люксе, нигде Замену вот этому оттенку Но он мне очень нравится Он мне так нравится, просто обалденно Сейчас, тем более, я не хожу в торговые центры И в связи с этим я не могу подобрать что-то Вот, ну, через фотографию в интернете Достаточно сложно понять тот этот оттенок или нет В общем, это 842 Сушит губы Я наношу эту помаду не в центр вот сюда А как бы вот контур Как бы по контуру немножко И сверху я наношу вот такой блеск Он с блёсточками Но блеск съедается и остаётся такой светло Так, блеск тоже Лореаль 211-й оттенок И остаётся То есть, видите, они у меня не блестят совсем Маленькие блёсточки здесь остаётся на губах Которые практически незаметны, как вы видите И остаётся вот такой вот, ну, коричневый Такой светло-коричневый оттенок И тогда губы не сушат Вот, так что я нашла выход из положения Ну, не знаю, хочу найти замену вот этой помады Диор, конечно, классные Но они и стоят Вот, в общем В общем, вернулась снова к ним Очень мне нравится Ладно, полечу я за своим старшим сыночком Забрала сынульку Едем домой У нас на улице плюс 3 И теперь Санкт-Петербург Это большой каток Получается очень скользко на улице И сразу же стало серо и паспортно Не знаю даже, что лучше Когда много снега Или когда тепло Ну, а здесь я уже буду готовить свои перчики Уже приехала домой Рис я предварительно слегка отвариваю Не до готовности, наверное, до полуготовности Не знаю, почему я так делаю Ну, как-то вот так у меня получается Добавляю сюда сухой чесночок Еще, ну, в общем, специи всякие И буду фаршировать наши перчики Перчики я замораживала летом Ну, где-то в конце лета Муж у меня покупал большую коробку И вот я заморозила Их очень, кстати, удобно Аромат на весь дом И, не знаю, мне очень нравится Я вообще люблю фаршированные перцы Для меня это, я уже как-то говорила Такое летнее блюдо И когда за окном так серо, пасмурно, холодно То такое блюдо, не знаю, поднимает мне настроение Еще стараюсь выбирать такие, чтобы были разноцветные Красненькие и желтенькие В общем, разные В общем, нафарширую И сейчас залью просто их водички Я не добавляю сюда морковь Не добавляю лук Просто у меня фарш, рис и специи И все, больше ничего не добавляю Морковь мне и сама не нравится Когда фарш вот добавлен Тогда, не знаю, какой-то другой вкус В общем, не нравится В общем, одним словом Залила водичкой лавровый листочек Тоже воду подсаливаю И добавляю немножко сухого чесночка И все, это у меня будет теперь вариться На плите до готовности Ну что, перчики у меня приготовились Вот такие вот Это я себе положила Один перчик со сметанкой буду кушать Очень вкусно Вот, так что Вот такая вот красота у меня Такой вкусный ужин А муж будет свои котлеты доедать Сейчас села выкладывать свою мозаику И вспомнила, что Меня спрашивали Доделала я ее или нет Нет, не доделала Потому что, ну, я говорила Я читаю книги очень медленно Всякими работами такими занимаюсь Очень медленно, но все же занимаюсь И единственное, что Не очень удобно Во-первых, все мелко Зрение у меня не очень Поэтому я очень низко наклоняюсь И выкладываю вот это все Где-то тут у меня Это у меня рассыпалось просто Вот И В общем, получается, конечно У меня все очень Очень долго Очень Ну и плюс позволяю я себе такие вещи Такой вечером И иногда не бывает желаний Иногда очень устаешь И ничего уже не делаешь Поэтому, конечно Все это у меня Достаточно долго движется Еще по поводу книги Вот этой Виктория Хислоп Остров Которая Я ее, конечно, дочитала Книга очень интересная Единственное, что Она же про прокаженных Про проказу Да И Ну, очень жалко Мне всегда очень жалко Читать Такие, знаете Судьбы людей И Задумываешься о том Что вот пока не нашли лекарства Сколько людей В мучениях Да Проводили Остаток своих дней И это Ну, такое, знаете Очень В общем, очень жалко мне Но прочитала ее с огромным удовольствием Интересно Ну, тоже медленно читаю Я все медленно Вот такие всякие вещи И книги читаю И мозаику укладываю Тоже очень медленно Но Мозаику, кстати С удовольствием делаю У кого вот есть побольше времени На такие вещи Очень советую Прикольно Будет у меня фотография Повешу Куплю рамочку Уже там На Вальбрис присмотрела И Надо будет заказать Ну, пока я доделаю Там не так много осталось Но все же, знаете Вот это мелкое Когда зрение не очень хорошее То, конечно Да, приходится напрягаться И так далее В общем Ну Но прикольное занятие Потом может быть еще какую-нибудь Не знаю Хотела еще фотографию мальчишек сделать Но что-то как-то Пока Пока, наверное, сделаю перерыв Скоро лето Летом я уж точно, наверное, не буду Такими вещами заниматься Потому что У меня еще плюс ко всему Будет огород И какие уж тут мозаики Наверное, может быть Следующую осень Ну, вот осенью, да Которая будет Обязательно тоже закажу А из книг Я сейчас начала читать Тоже читаю В электронном В электронной версии Но в электронном виде Все-таки Я Хотя люблю Вот именно саму книгу Да, вот Переворачивать страницы И так далее Но получается, что В электронном варианте Я все-таки быстрее Прочитываю книги Чем такие Потому что Муж у меня иногда бывает Рано ложиться спать А я позже Поэтому Все-таки В электронном виде Ну, как бы Получается Мне удобнее читать Вот Ну и плюс Электронную книгу Можно там взять Куда-то с собой Там В путешествия Какие-то И так далее И дочитать Там В самолете Я не знаю Где-нибудь Да Где-то в очереди Где вы сидите И так же можно Достал телефон И прочитал В этом, конечно Огромное удобство Но теряется Вот это вот Само вот этого Знаете Книжное Такое вот Запах книг Я очень люблю Все вот в этом духе И сейчас я читаю Не помню автора Но я подпишу вам Внизу под видео Называется Книга Английский дом Интимная история Но это Это исторические факты Только начала читать И Ну такой На самом деле Мне очень интересно Вот я вам честно скажу Вот прям очень В общем Это подробности Жизни В домах В Англии Вот Как было раньше Да Как вот Раньше спали Что Спальня Как вот Была заведена В домах Да То что Раньше там В спальне Находилось много людей Только потом Это стало Некое такое Интимное Да То есть Спали там Не только муж и жена Да Но и все дети Вместе В одной кровати Какие кровати Были И так далее То есть Это Именно Вот такие факты Да Как там Женщины Рожали детей И вот Как раз Там Рассказываются Вот эти щипцы Когда первые Да Только Ну Изобрели Ну В общем Такое Вот Самое Самое Такое Вот Такая Интимная История В общем Интересно Ну Многое Из этого Конечно Мы знаем Из истории Из каких-то Книг И так далее То есть Есть что-то Что для меня Не новое Но есть Что-то Что-то Новое И интересно Ну В общем Я так Рассказывать Не буду Да Но Интересно Мне очень нравится Как написано То есть Не просто Знаете Таким Вот Языком Как учебник Да Вот Нет А Просто Понятно И при этом Ну Тоже Опираясь На какие-то Факты Там Даже Какие-то Картинки Есть И Там Даты И так далее Когда Вот это Когда Это И Ну Слушайте Но мне Интересно Стало Это тоже Мне Вот Мое Приложение В котором Я читаю Но Мне Предложила Эту Книгу Почитать И Вот Я Решила И Прочитать Вот Не знаю На основании Чего Она Мне Предложила Может Потому Что Как-то Популярна Эта Книга Или Еще Что-то Но Интересно На самом деле Интересно Такие Иногда Люблю Что-то Такое Почитать Иногда Люблю Что-то Автобиографию Какую-то Почитать Или Посмотреть Тоже Какие-нибудь Недавно Смотрела Ну Как Недавно На Январьских Праздников Как Раз Я Смотрела Интервью Последнее Интервью С Майклом Джексоном Ну Там Получается Само Интервью На Английском Да Я Читала Эти Субтитры И Так Интересно Там Почти полтора часа Интервью Ну Интересно На самом деле Ну Иногда Вот у меня Бывает Такое У меня Что-то Такое Вот Интервью Или Какие-нибудь Там О жизни Там Не знаю Какой-нибудь Принцессы Там Или Ну Какой-нибудь Королевой Там Ну Люблю Такие вещи Читать Тем более Когда написано Что-то Не просто Там Исторические Факты Да А когда Еще Что-то Такое Интересненькое Добавлено В общем В общем Вот Ну В общем Буду Выкладывать Свою Мозаику Сегодня Ну Немножко На самом Деле Посижу Еще У меня Из-за Того Что Я Близко Наклоняюсь Ну Как бы Глаза Устают Еще Она Черно-белая Не знаю Мне кажется Цветную Наверное Легче Выкладывать И Мне Немножко Шея Начинает Уставать Наверное Но Не знаю Если Не На Начинаю Выкладывать Выкладываю Чувствую Я Уже Засыпаю Думала Ладно Пойду А то Сейчас Что-нибудь Не так Сделала Ну Там Есть У меня Моменты Где Я Не Тут Цвет Положила Накосячила Немножечко Конечно Куда Без Этого Вот В общем Будет Рамку Заказать Повешу Повешу В гардеробную Саму Себя Себя Сделала Себя Повешу Вот В общем На сегодня Подписываться На мой канал Кто еще не подписан Всех Люблю Целую До новых встреч